Всем хай, новый день. Встали на улице очень ярко, надышали в комнате 67, ложились 32 что ли было. Рекордная была влажность, антирекордная, если хотите, в обратную сторону, минималочка. Теперь 67. Ну, включу ком, бесперебойник пока жив, и наконец-то я могу без страха за жесткий диск и сделать вот так. Опять перегрело, 3,47 градусов, аккум сейчас был, он у меня уже в руке остывает. Что за морда сонная, просто здесь слишком медленно на столе, ставлю на подоконник, сеть становится чище, лучше, и он быстрее выгружает. А видос был большой, длинный, бедный смарт с новым аккумом. Надо другой брать, у меня есть черный, в которого состояние похуже. Какая у меня тень от колючки через окно проходит. Я туда давно не вылазил, раньше через это окно выходил, там потусить, что-нибудь поделать с фасадом. Туда через улицу попасть сложнее, тем более лестница сгнила теперь, деревянная, чем через окно выйти. Но вот года полтора, наверное, или два я туда уже не выходил, там уже колючками зарастает. Вчера домой пришли, я же сонная морда был, спать лег. Полина вот одну баночку Гринграсса купила, и мы вчера так ее и не выпили. А тут у него на канале как раз новое видео вышло, и может сегодня посмотрим. Сейчас дома смотрю, такая баночка красивая, думаю, а что мы две не взяли? А я в магазине жмочусь, и деньги тратить неохота. А дома такой, о, что-то уникальное, надо было брать две. Вот тоже сколько раз говорил, что восприятие дело, как ты вещи, что ты от них ожидаешь, в твоих ожиданиях и твоем восприятии. Я думал, кофе Полина принесла. И смотрел, что она там делает у телевизора. Пивнул вот эту штуку, и первые секунды три даже не понял подвоха. Вкусненько, сладенько, с какими-то там ягодами или чем-то. И только в секунде к четвертой-пятой я понимаю, что это не кофе, это какая-то каша с водичкой разбавленная. И я, в общем-то, такое не ем, и крупы я не хаваю. Но оно настолько вкусно сделано. А главное, я ожидал, что пивнул кофе с молоком, что вначале я даже не почувствовал подвоха. На улице сегодня яркий, погожий день, но мы так и не вылезли куда-то поиграть охота. Так что пойдем, наверное, в Клавдюйте играть. Кто тут шушит? Какой-то грызун ест орехи. И тут я подумал, может, вечером все-таки в город съездить. Я не могу поболеть. Но как потом возвращаться? На машине поехали. Ага, да. Дайте кто-нибудь осале. Чтоб спокойно ездить. Пацанга, нафиг надо. В том месте вообще. Лихой, боевой. Толпа идет меня стрелять, смотри как. Играем в Клавдюйте на снежной карте. У меня сегодня очень легко получается и классно. Я почти уперся в лимит очков уже за три раунда. Не за четыре из тысячи, как обычно, а за три. А еще у нас бот хорошо, успешно играл. Он даже гаджеты дорогостоящие вызывал. А теперь его как будто обнулили. У него вон тысяча очков и всего три захвата. Неужели тут могут перекидывать ботов, новых ставить, вместо того, что был. Я думал, он всю партию с нами играет. И мы снова выиграли на снежной карте. Подорвал на гонаде и их пукал. Да, добавку. И умер. Они нам не ровнее. Сегодня мы их разгромили. Там в какой-то момент у них было 400 с чем-то баллов, а у нас 860. 376 убийств, 19 кряков. Вроде сегодня планируем в магазин сходить за продуктами. И можно было бы к маме заглянуть, но тогда весь вечер будет потрачен на этот поход. Придем уже ночью. Включил карту, на которой не играл давным-давно. А Полина, наверное, ее вообще не видела. А я в 2020 году, наверное, не бегал. Посмотрим, что у нас здесь получится. Комбайн называется. По незнакомым картам вообще тяжело бегать, играть. Интересная у нас партия получается. Поровно играем на незнакомой карте. Сейчас у нас прям 891 было очков у обоих сторон. Получается такая напряженная партия, интересненькая. Выиграли на незнакомой карте. Смотри, смотри. Смотри, кто их валит. Кто их мочит. Так и искры в глаза можно получить. Да, это я. Это я. 30 тысяч очков. Эй, а почему ты на первом? А как это, да? За что? Она первая набрала 30 тысяч. И когда такое происходит, обычно не сдвигают. Вот такая ситуация получилась. Эй. У меня убист немножко больше. Вот гадюка. Отбить и больше. Захватов так же, отбить и больше. Кряков меньше. Убист больше. Ну ладно. Очки позже набрал. Мужик. Все мужикам. Вот плюс смартфона, что ты в полутьме его включаешь, и он что-то видит, и ты можешь поснимать видео и что-то рассказать. Мы, в общем-то, играли. Я давай что-то там по делам. Смартфон уткнулся. Полина взяла за полторы минуты, собралась и вышла. Я, говорит, в магазин пойду, а ты за водой сходи. Так что буду одеваться и пойду за водой. Сбегал за водой. Принес 1-13 бутылок воды. Покушать нам, приготовить точно хватит. Пакет сдержался. Даже порванный. Выдержал 7 бутылок. Нормально донес. Какой-то сегодня день такой чуть-чуть необычный. Во-первых, по поселку иду, и машин нет. Обычно идешь даже в 23 с чем-то вечером, машины проезжают, проезжают, слепят. А сегодня всех нет, пусто. Я набрал там 13 бутылок воды, и ни одной машины не проехало. Как так? Во-вторых, у меня в подписках на YouTube вышло около 16 видео, из которых 11, мне интересно посмотреть. Наверное, рекламодатели заказали сразу кучу рекламы на вторник. На сегодняшний день. И вот такой день получился. Насыщенный. Там куча видосов сейчас висит, которые мне предстоит посмотреть. Вот такое вот 30 января 2024 года. Почему-то куча видосов, а людей особо нет на улице. Хотя, может, я вышел просто в такой момент. Еще мне сегодня человек написал по поводу моей камеры, я же ее продаю, и начал задавать кучу вопросов. От нормальных, есть ли комплект, до совершенно тупых, есть ли царапины, сколько было владельцев у нее, и какого года аккумуляторная батарея. Какая тебе разница, блин, какого она года. Я когда камеру эту покупал, я у человека все, что спросил, это куда подъехать, адрес и время, когда там нужно быть. Потому что сейчас интернет, удобно, все, что тебе нужно, ты пошел в обзорах, узнал, и человека даже не паришь. А на фотографиях и так видно, какая комплектация, какая камера, как она выглядит, в каком состоянии кнопки, все видно. Нет, он задает тупые вопросы, еще и про торг спрашивает. Вы представляете, есть ли там коцки, что с объективом, есть ли комплект, какого года аккумулятор. Это, блин, очень странно, так парить людей всякими вопросами. Если еще и придешь на сделку, а он скажет, типа, тут видео не очень пишет, давай торговаться, или пошел я, то это просто жесть, тратить столько времени. Странные, короче, люди бывают, а ведь стоит она очень мало. Это же недорогая какая-то покупка, когда ты камеру за 160 берешь и сомневаешься, такой нервный, ерзаешь. А что мне, может, не стоит ее брать, может, я ошибку совершаю. А тут, блин, копеечная покупка получается. И все равно вот такие кучи вопросов. А вот и Полина с продуктами. Я не успел тут очухаться после приноса воды, и она уже вернулась. А я быстро. Лук. Лук? Мы будем есть лук? А я уж со стороны подумал гранаты. Фиг тебе. 166 рублей за килограмм. Ого. И что это у тебя, камера? А я думала, сова. Это что, лепесины? Сыр, мясо, лепесины, какая-то молочная жижа. Инностранцы очень радуются такой виду. Немножко лука. Ага. И на сколько это вышло? Это 500 рублей. Сколько? 500 рублей. А, я хотел сказать 570. Нет. Полина сыр принесла. Она-то сыр любит, а я вот к этому еще не привык. Воняет он как-то странно. Какие-то носки напоминает, что ли, вонючий. Но вкусный собака. Я вот начал интересоваться в прошлом году какими-то вкусами необычными. Наверное, старею. Виски, сыр мне стал интересен. Мед хочу всякий пробовать. Знаете, сладкий не люблю, а каштановый, чтобы он с горчинкой был, с привкусом. Вот это да. Так что сыр заходит хорошо. Он даже с дырочками, этот сыр. Сегодня сушка комнаты и прогрев компа идет через Нико Белика и хату Романа. Нагрузка тут низкая. Я просто врубил, чтобы оно потихоньку работало. Классная влажность. 34. Такого тут не видано. Вот это комп работает. Могет сушить. А GTA 4 60 FPS. А до этого врубал Borderlands 2 120 FPS. Эти игры комп вообще очень легко переваривает. Они прям летают. Взял пакеты с видеокартами, сабвуфер, подставку, охлаждающую. Пока утащил в свою основную нижнюю комнату. Там холодно, но там хотя бы не так влажно, чтобы так не гнило. Посмотрите, что с монетами здесь происходит. Какая коррозия жесточайшая. Это 10-ти рублевая монета. А по сабвуферу аж вода текла сзади. Как оно это все терпит. Эй, гусь. Эй, гусь. Ах ты, 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 гусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так пахнут, как я давно домашних пирожков не чуял запах. Поднимает настроение. Такие пирожки получились. И борщ краснючий такой. Шишку нашли. Это вообще внезапная футширка. Самое оно, чтобы фокус тестировать. И пыль. Кружки. Перекусил. Попробовал пирожки. Классные получились. Мягкие. Картоха распределена по всему пирожку. И не твердые. И борщ в этот раз необычный. Без мяса. Вот они часто получаются разные. Но он все равно красивый и красный. Завтра возможно поедем продавать камеру. Не знаю напишет тот человек или нет. Но как часто бывает, когда находишь потенциального покупателя, под конец думаешь, может не стоит продавать. Может зря я продаю эту вещь. Может ее оставить себе. Начал тестировать камеру. И напала на меня опять сравнительная такая мотивация. Сравнивать наши гаджеты. Сравнил несколько смартфонов и камеру. Смонтировал короткое видео. Но сюда наверное вставлять его не буду. Может оживлю как-нибудь свой четвертый канал. Вот жалко на ютубе убрали раздел о канале и каналы. В раздел каналы люди обычно дружественные каналы добавляли. Свой, второй, третий. Брата, сестры, родителей. А сейчас такого нет. Ладенько. На этом сегодняшний день все. Всем до завтра и пока.